Субтитры делал DimaTorzok Ну, я просто звоню, чтобы спросить, ты когда-нибудь снимаешь этот отвратительный бинт? Полагаю, мне следует сказать что-то ещё. Прошло немало времени, да? Буду честным, я без понятия, как ты здесь очутился. Это должно быть сообщение, возникшее по ошибке. И если ты нашёл эту концовку, кто бы не сделал игру, расскажи им, ладно? Они исправят это, или если это новая ситуация, они могут добавить другие концовки в игру. Шансы есть, хотя... Ты же просто грязный хакер, так ведь? Да, проваливай отсюда. О да, сэмпай. Ругай меня ещё более грязными словами. Ругай меня ещё, называй как хочешь. Ня-я-я-я-я-я. Контент, который ты можешь легко увидеть, он всё равно какой-то загадочный, какой-то странный. Не игра, а правда, какая-то загадка, какой-то секрет. Но помимо этого, в ней столько пасхалок, в ней столько приколов, шуток, багов, всего-всего-всего, что, блин, зайдя на YouTube, можно там залипнуть не на одну ночь. Смотреть всякие теории, вариации, возможности и так далее, и так далее, и так далее. Это неимоверно классно, с одной стороны. И вот я решил вам кое-что показать. Показать абсолютно всё это достаточно сложно. Причём большая часть из этого не совсем законно сделана. Это нужно режим разработчика, который, да, у меня есть, и которым я пользовался, чтобы пройти боссов в геноциде, из-за чего мне до сих пор стыдно. Да. Но я вам покажу самое основное, самое интересное, на мой взгляд. Ну или то, что я просто запомнил и могу показать, не сильно напрягаясь, не проходя по 10 раз игру. Ну и для этого мы с вами начнем. А, точно, ещё, сразу же предупреждение. Серия, вероятнее всего, будет огромаднейшая. Просто неимоверно огромаднейшая. Я не уверен, что и как я буду записывать. Может быть, что-то буду вырезать и так далее. Но начнём. И для начала, для начала я вам покажу хардмод. Да, оказывается, в этой игре есть хардмод. И чтобы его запустить, необходимо ввести имя Фриск. Вообще, на самом деле, здесь при введении имён можно весьма сильно поизгаляться. Можно вводить Чара, можно вводить Папайрус, Санс. Много разных вариаций. Так что можно посвятить целую отдельную серию вводу имён. Но мы с вами вводим имя Фриск. Готово. Предупреждение. Это имя превратит твою жизнь в ад. Всё равно продолжить? Да. И мы с вами начинаем... Undertale Hard Mod. Я решил, что я его запишу полностью, а потом уже при монтаже, вероятнее всего, что-нибудь вырежу. Чтобы пройти дальше, необходимо несколько переключателей. Не переживай, я подписала те, которые тебе нужны. Что? Похоже, что все подписи стёрлись. Батюшки! Это может оказаться гораздо труднее, чем я предполагала. Неужели хардмод начался? Не сходите с пути. Ну, а я могу-то и вот так. А? 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 Ну, я говорю, режим разработчика даёт много преимуществ, которых я не имел раньше. Ах! Подписи стёрлись. Ой, какая сложность-то, да? Великолепно! Я горжусь тобой, дитя. Давай пройдём в следующую комнату. Ну, у нас тут, конечно же, конфетки. Давайте запасёмся, это же хардмод. Давайте ещё раз. Ой, какой ужас! Какой же ужас. А! 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 Три конфетки! А! 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 Четыре. Сложно. Сложно, сложно, сложно. Ну, ладно, продолжаем наше путешествие по руинам. Это не кажется правильным. Финальный фрогит и астигматизм. Вот он, хардмод. Да? Финальный фрогит. Оценить, комплимент, позадачить, угрожать. Давайте скажем комплимент. Комплимент финальному фрогиту. Он всё правильно понял. Его атака снижена. И атаки начинаются те же самые. Так, давайте пощадим фрогита. От астигматизма можно-то увернуться. Не дразнить. Вы не дразните астигматизм. Опа. Опа. Ну, всё легко. Нет. Дразнить тебя? Вы дразните астигматизм. Вот так. А это же немного неправильный. Глазастик по-другому называется. Ну, вот. Вау, 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 вау. А я и забыл, что мы можем помереть. Хорошо. Можете в это поверить. Комплимент. Так, надо жрать, а то сейчас помрём. Чё они творят? Чё творят? Чё творят? Всё, нам хамбец. Да, это и реально сложно на самом деле. Просто вспоминая, какие вещи творились. Дайте мне уровень. Алло. Алло. У тебя ведь нет ни на что аллергии? Ха. Почему я спрашиваю? Без причины. Просто так. Чё-то я этого не помню. Так, у нас здесь был вот такой вот крюк. Не хочу я. Вы столкнулись с железом. И это абсолютно новый враг. Ну, не совсем новый. Он тоже модифицированная версия желейных ребят, если помните. Но всё равно интересно. Желез... Железо А. Переключить, лечь, исправить, оценить. Ну, давайте пробовать. Переключить. Вы подсказываете железе, что ей пошло бы новое лицо. Её лицо меняется. Так, атаки, атаки, вроде ничего так. Железо приводит своё лицо в порядок. Но это ничего нам не дало. Исправить. Вы подправляете лицо железы. Кажется, ей нравится её новый вид. Так, у неё остановились... Остановились фигурки на лице. Железо приводит своё лицо в порядок. Всё. Ой, какая страсть. Но чё-то шариков меньше не стало от того, что мы одно освободили. А что если лечь? Вы ложитесь отдохнуть. Железо укрывает вас простынёй из мха. А. А, ну, мы немножечко подлечились. Ладно. Исправить. Звуки слизи. Всё. А, 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 а. Пощадить. Вау, 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 вау. Вау. Да ладно. Ну вот и всё. Ой, вот... Ну! Пожалуйста, дайте мне пройти. Парсник вылез из-под земли. Какая гадость на самом деле, скажете вы. И я с вами соглашусь. Эдакая медуза горгона. На первый взгляд. Ну а так это, в принципе, засохший овощник с червями. Ну что, действия. Оценить, шипеть, перекусить, пожирать. Наверное, давайте... Нет, перекусить это овощника, пожирать. Вы пытались есть парсника, но он недостаточно ослаблен. Эгос! Вау, 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 вау. Абсолютно новая атака. А, перекусить. Кушай свои вкусные овощи. Зелёные! Ну да, это овощник. Это овощник, но только в виде медузы. Ну всё. А вот если бы я взял Ква-Ква, слышал ты довольно милосердно. Если я нажму слово глупо, то у меня перестанут высвечиваться жёлтым цветом. А давайте я покажу. Серьёзно? Тогда я скажу всем своим друзьям, сказать их друзьям друзей. Не использовать жёлтые имена. Как насчёт этого? Точно убрать жёлтые имена. Вот, если я их сделаю так, то этого не будет. А давайте усложним всё. Ладно, я всем скажу, чтобы не использовали жёлтые имена. Вот мне больше интересно, куда делся третий. Их же здесь четверо. Ми госпел трепещет неся парсника. Ну и ещё новый враг у нас. Не расслышал вас и начал кидаться вкусными змеями. Ваааааааааа Какое же дерьмо происходит на экране Вот видите Аааааааааа Внешний вид Мегос Пелла Испорчен Вот Теперь их нету Здесь где-то у нас Есть четвертый парень Но вам я его показывал Ладно давайте сваливать звонок алло у меня есть вопрос тебе ведь нравится и другие продукты не считая рисок и чего или нет ох что я несу продолжу искать чет она там мутит ребят чет мутит ги а про жизни бы кто подумал конечно же не я да будьте вы прокляты сволочи это откуда мне переться от самого сыра хотите сказать конечно да выпендривался блин клоун а он хочет чтобы я его подразнил нас ладно они снова взрываются сейчас же буду страдать о чем я и говорил о чем ей ква ква только между нами двумя я видел как торель вышла отсюда не так давно обычно она выходит оттуда с продуктами но в этот раз она ничего не несла она выглядела разочарованный ква как-то музыка так резко перескочила сохранение фу ты чувствуешь этот запах м полагаю это выражение лица значит согласие сюрприз я сделала улит улит очный пирог вот это поворот я подумала мы можем отпраздновать твое прибытие хочется чтобы ты хорошо провел время находясь здесь так что я сюда у меня есть еще один сюрприз вот и он твоя собственная комната я надеюсь тебе понравится что-то подгорает чувствуешь себя как дома вы нашли кусок пирога с улитками и мне теперь интересно улит пирог инфо лечит немного оз на любителя вот это интересно то есть хард мод нам взял подпортил и я не дал самую лучшую силочку да ты так сильно хочешь уйти ты такой же как и остальные есть только одно решение этой ситуации докажи докажи мне что ты достаточно силен чтобы выжить погоди почему ты смотришь на меня так будто увидел привидение ты знаешь что-то чего не знаю я нет это невозможно но она уже начала отводить от нас атаки вот так вот знаю ты хочешь домой но но пожалуйста иди наверх обещаю что хорошо позабочусь о тебе знаю у нас многого нет но у нас может быть хорошая жизнь тут почему ты все усложняешь пожалуйста иди наверх жалко не правда ли я не могу спасти даже одного ребенка нет я понимаю ты просто будешь счастлив застряв здесь внизу руины становится очень малы как только ты начинаешь осваивать их будет неправильным для тебя расти вместе подобным этом мои ожидания мое одиночество мои страхи ради тебя мое дитя я то двину их назад а вот и подошел концу сложный режим что ты заканчиваешь его прямо сейчас и в такой драматичный момент в этом вся сложность надоедливая собака не в пулях а в том чтобы осознать что это конец но позже будет продолжение не так ли возможно знать ответ сложно а ты не должна сейчас помирать или что то вроде того отлично к чему ты клонишь чем займешься вместо этого наверное я испеку еще один пирог тот последний слегка пригорел а мне показался неплохим чисто гипотетически не то чтобы я съел его весь пока вы тут дрались и и можно мне еще пирога ты же его опять весь ешь я могу помочь храпой нем на полах храпеньем на полу ты ним мне не поможешь я не храплю я подбадриваю тебя прямо во сне ох ты все еще здесь тебе что заняться нечем вот у нас и закончился сложный режим сложный режим грядет возможно не забейте не забейте ну и все и все эй 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 ну харэ харэ ну ладно давайте на этом я закончу закончу эй что за задержка не должна ли уже быть не должна ли она уже быть мертвы я ждал следующей комнате пока сложный режим вау не забудь сделать скриншот люди подумают что ты безмерно крут а щас черт возьми а ты тот еще задрот ты жалок вот ну что я могу вам сказать ребята так это ты будешь продолжать или все кончено я так и знал почему вы все таки снисходительные и какая же твоя отмазка сидишь тут без дела разве тебе нечем заняться я уже говорил это ну что ребята я могу вам сказать это было интересно это было классно и возможно и возможно было бы здорово если бы то би фокс сделал бы полностью сложный режим для андерта полный и я то обычный режим пройти то не смог без счетов а он тут мне ладно неожиданный звонок о боже помогите я хотел бы заказать эм пиццу с эм с изображением эм короче я просто скопирую это вам ваш телефон слишком стар чтобы читать тексты он читает вслух символ за символом текстирующий картинку анимешной девочки кошки щелчок ну вы догадались да кто это писал догадались камера позади наблюдательного пункта ну вот оно и начало пасхалочек ну у нас пес поменьше и в итоге мы должны его погладить ну вот так вот да мы продолжаем его гладить почему нет да скажете вы а потому и нет мы продолжаем его гладить ну и конечно же продолжаем гладить знаете я сделаю так потому что мне то в принципе все равно я могу вам показать и так так почему нет я главного босса в игре проходил так а тут какую-то пасхалочку показать вам не могу да могу вам приходится прыгать чтобы погладить пса вы еще не погладили он уже перевозбужден это сумасшествие невозможно остановить и он уже даже не атакует пес поменьше достиг уровня облаков вы подзываете пса но но уже поздно он не может вас услышать гладим конечно же вы можете дотянуться до пса поменьше снова гав ну а мы продолжаем вот вот так вот ну что мы этим можем заниматься очень долго но вы сами видите что из этого происходит вот ну ладно давайте заканчивать с этим вот но на этом пасхалочка не заканчивается я скоро включусь обратно вот оно вот оно вот к чему привела наша длинная шея пса какое безобразие понимаю что собака никогда не бросит попытки слепить идеального снежного пса вы наполняетесь решимостью вот что здесь происходит какое безумие давайте что ли спросим у этого парня пес просто ворвался сюда наполненный вдохновением он пытался сделать песовика выражающего собственные эмоции но делая его он становился все довольнее результатом его шея становилась все длиннее но он продолжал лепить снег пока это было грустное зрелище но я не мог отвернуться вот как мы покалечили парня пожалуйста погладьте собаку ну ладно ладно ну а следующий секрет ой 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 ты мне не нужен парень вот следующий секрет пасхалочка находится у нас вот здесь но вероятность ее нахождение крайне мала он там у нас находится комната надоедливого пса но здесь еще у нас есть еще одна вещь и и чтобы ее получить нужно вот тут вот так вот ходить давайте я здесь пару минут похожу если что потом отключусь ну-ка парень появись ну-ка парень появись ну давай ну давай я верю в тебя ну ладно я думаю нужно уже отключаться кружим 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 по району кружим кружим по району ну а его все нету и нету нету и нету нету и нету о о нашел наконец-то но на самом деле не так долго пришлось крутиться я бы даже сказал наверное минут пять ну что глайд врывается но у нас здесь действие аплодисменты ничего освистать аплодисменты вы аплодируете довольно слабо глайд всосал вашу похвалу словно вакуумный пылесос ок я главный я допускаю это astics ну и абсолютно новые атаки новые атаки fame замысловатая сальто аплодисменты вы хлопаете как горилла глайд начинает замечать вашу похвалу что еще ты должен сказать так ну атака достаточно простая я бы сказал бы даже я боялся большего аплодисменты Вы хлопаете, как горилла Говорит, начинает замечать вашего Что еще ты должен сказать? Вау, 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 вау Боль, хорошо Ну и ок Ладно, сейчас вернусь А, ну он снова у нас врывается И мы должны ему аплодисменты Ну он всосал нашу похвалу Ну что поделать-то? А, аплодисменты Что я еще должен сказать? Ну и че ты стоишь И начинает завидовать А, ничего Чего вы забыли похлопать? Нет, это Это жесть Это просто жесть Кстати, в интернетах пишут, что Чем больше крови ты пролил Тем Сложнее Тебе становится Точнее Тем легче Тебе становится Его найти Ну что, аплодисменты Вы аплодируете довольно слабо Глайд Всосал вашу похвалу Словно вакуумный пылесос Он сразу с этой атаки Начал Какой Злой дядя Дуэт Заносчиво Пахнущий Ветер Аплодисменты Вы хлопаете как горилла Глайд начинает замечать Вашу похвалу Что еще я должен сказать? А что я еще должен сказать? Я не знаю Что я должен сказать Да, я хлопаю как горилла Хорошо Но я не вижу ничего больше Не вижу никаких вариантов А свистать Вы войте Но хейтеры делают глайды только сильнее Атака глайда больше Защита снижена Бу, что, трусливое привидение Я что ли должен Собирать вот эти штуковины Глайд думает о новой форме Слово крут Типа Страшно жорливый Оценить Отказывается давать больше статистики о себе Смотри, наблюдай, замечай Ну а как мне тебя победить? Я не знаю Самому себе как-то Ничего не делаю Глайд разочарован, что вы не обращаете внимания Отчего вы должны были Вы забыли похлопать А, аплодисменты Я хлопаю как горилла Вероятнее всего нужно с этими большими крестиками что-то делать А до этого нужно просто хлопать И, на Верайте, все нужно ловить крестики с хорошими словами А с плохими Нужно игнорировать Ну давай уже пускай их Ну атака не то чтобы сложная Он с большими Это да Блин, я тебя скоро бить начну Парень Ты меня достал Так, все это Хорошо Страшно Милый Классно Постойте А если я нажму Крут Я не знаю Я не знаю Что мне делать Я не знаю Что мне делать Ладно Подсмотрел 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 Зацени мою мышцу Нет Не буду Мы ему похлопали Ему не нравится То что мы Слишком Плохо хлопаем Для него Значит мы Ничего не делаем Привет Я здесь Вот 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 Мы начинаем его Игнорировать Ничего Искать похвалу В другое место Вы победили Ну Такая вот Битва Такой вот Монстр Ну а мы Отправляемся дальше Тоже не совсем Секрет Но просто Если мы сейчас Возьмем И выбросим Палку Папирус Понесет ее назад Держа у себя Во рту Вот Так Вот Кстати Помните Вон тот Цветочек Который Никак Не достижим Как же Ты меня Калишь Как же Вы меня Все Калите Но До него Никак Не достать Он Находится В недосягаемой Территории Но При помощи Читов Мы можем Сюда Добраться И Узнать Что Тут Находится Так что У тебя нет Никаких Желаний Для Исполнения Я не знаю Зачем Это было Сделано Потому что Это как бы Продолжение Истории Но Смысл Остается Такой же Мы Увидели Этот Цветочек Самое забавное Если подойти К этому Цветочку То он Просто Пишет Ошибка В итоге Я Наконец-то Куплю Броню Теми И мне Плевать Я При помощи Читов Могу себе Это позволить Давайте Ее Отправим В колледж Вот До свидания Теми А потом Мы Возьмем 750 Монет Чет Как-то Как-то Слишком Дешево Защита 20 Вот что Может сделать С высшим Образованием Увеличивает Атаку Останавливает УЗ Каждый Ход Слегка Повышает Неуязвимость Ну что Надеваем Конечно же Ее Ну все Чисто из любопытства Стало интересно Что же будет Если мы Не долетим До банки В нужное время Возможно Ли это Вообще Кстати Вот Даже поставим Вопрос Так Потому что Обычно Мы всегда Долетали Не телефон А Петарда Какая-то Так Мы должны Натыкаться На все Что не попадя Называется Собери Все Муку Блин А собрать Всю муку Это Еще Та Марокко Ну ладно Вроде Мы Только На середине О это он Яйца В нас Кидает Ой Какая Прелесть Спасибо Но в итоге Мы не успеваем А у него Все Закончилось Звонок Что Почему Ты Стоишь Нет Должно Быть Я Залила Мало Топлива Черт Прости Даже Когда Такое Случается Я Я Я все Еще Я все Еще О нет Поверить Не могу Что Я совсем Забыл Сейчас Как раз Время Для нашей Рекламной Паузы Что Что ты К несчастью Это означает Что нас Сейчас Никто не смотрит Я не собираюсь Уничтожать тебя Без зрителей В прямом эфире Кажется Ты опять Меня обдурил И все благодаря Гениальный доктор Альфис До скорой встречи Красотуля Покеда Вот Так вот И получается А вот Кстати Второй Послушник В.Д. Гастера Я понимаю Почему Асгард Так долго Тянул С наймом Нового Ученого Предыдущий Доктор Гастер Его Величие Было Незаменимо Однако Его Жизнь Оборвалась Однажды Его Эксперимент Пошел Не так И Все Ну Хватит Слухов Все же Это грубо Говорить О том Кто Слушает Какой Загадочный Персонаж А тут Я не успел Подняться И уже Я не успел Подняться И здесь Уже Третий Послушник Гастера Вот Почему Асгард Долгой Мешкал С приглашением Нового Ученого В конце Концов Старик Доктор Гастер Пример Для Подражания Они Говорят Что Он Создал Ядро Однако Его Жизнь Оборвалась Однажды Он Упал В свое Творение И И Альфис Закончит Так же А сейчас Я только Что Взял Запошлял Десять Тысяч Монет Именно Здесь И узнаем Каково Произойдет Битва Но об этом Чуть-чуть Попозже Сейчас Я поставлю Все это На паузу И вернусь Ну Вот Я и Здесь Купил Пончик Даже Не Пончик Сидор За Десять Тысяч И Сейчас Узнаем Что Произойдет Если Мы Все Таки Купили Этот Пончик Однако Не Не Может Быть Или Может Уху Ху Ху Ты Пожертвовал Нам Так Много Денег Все Пауки Хотят Чтобы Ты Знал Как Они Благодарны Мы Все В долгу Дорогуша Все Ну и Просто Скипается Ну а Сами Понимаете Десять Тысяч Монет Невозможно Собрать Здравствуйте Уважаемые Зрители С вами Гремлин Серж И Несмотря На то Что Это Все Та же Самая Я Решил С вами Поздороваться Сейчас Мы С вами Будем Открывать Самого Секретного Персонажа В этой Игре Сразу же Делаю Галочку Заметочку Поправочку В первую Очередь Вы Должны Дойти До Отеля До Этого Это Бесполезно Вот Потом Как Вы Добрались До Этого В Идеале Вообще В Идеале Так Сорян Вот В Идеале Лучше Всего Делать Так Чтобы Вы Нашли 10 Октября В 20 0 0 Все Я Изменил И Теперь У меня 10 Октября 8 часов Теперь Теперь После Всего Этого Мы Должны Вернуться На Второй Этаж Что-то У меня После Этого Всего Начало Подлагивать Так что Я Сейчас Вероятно Все Вырублюсь Знаете Знаете В режиме Разработчика Есть такая Функция Как Хождение По Текстурам Но Понимаете В чем Вся Фишка Я Тут Значит Бродил И тут Я Нахожу Такую Табличку Хотите Научиться Рисовать Приходите На уроке Рисования На втором Этаже Находится В похожем Месте То есть То есть Постойте Постойте Если Я Выйду И уже Без Режима Хождения По Текстурам Да Ладно Гениально Это Все Гениально Здравствуйте Уважаемые Зрители Третий Раз С вами Здоровый И И Последнее Что я Хотел Бо Вам Показать Это Вездесущая Комната Санса Конечно 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 Она Вот Чтобы Ее Заполучить Нужно Сделать Такую Вещь Вот Здесь Мы Сохранившись Да Че Ж Я Так Закашлялся Мы Мы Должны Вот Сюда Пойти И Здесь Переговорить С Сансом Конечно Все Что он Будет Говорить Я Сейчас Первый Раз Пропущу Потому Что он Будет Затирать Про Уровень Резни И Тому Подобное Да 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 Вот Кстати Это Единственный Раз Где Санс Почему Так Говорит Не Своим Шрифтом Вот Вот Все Это Он Нам Проговаривает Это Все Впервые И У Меня К Тебе Есть Просьба У Меня Вроде Как Есть Тайный Пароль Известный Лишь Мне Так Что Если Кто То Назовет Мне Его То Он Вероятно Будет Путешественником Во Времени Безумно Да В любом Случа Вот Он Шепот Шепот Я Рассчитываю Что Ты Придешь Сюда Вновь И скажешь Мне Это Еще Увидимся Да Вот Вот Этот Момент Теперь Мы Берем Выходим Я Опять Палю Свой Рабочий Стол Ну Ладно Уж Вы Чего Только У меня Не Видели Видео Да Вот Мы Берем И Запускаем Undertale Снова И Теперь Здесь Бежим Снова Навстречу Сансу И Что Теперь Он Нам Скажет Ты Справился Ты Хочешь Что-то Мне Рассказать Что Пароль Ты Можешь Говорить Немного Громче Ты Только Что Сказал Я Глупая Грязная Задница Вау Я Не Верю Что Ты Мог Сказать Такое Это Не Только Ужасно По-детски Но Это Также Мой Секретный Пароль Так Или Иначе Этого Недостаточно То Что Тебе Нужно Это Тайный Тайный Пароль Он Предназначен Для тех Кто Знает Секретный Пароль В любом Случа Вот Он Торопливый Шепот Я Рассчитываю Что Ты Придешь Сюда Вновь И Скажешь Мне Это Еще Увидимся Да Теперь Мы Снова Выходим Берем Опять Заходим В Андертейл Да Конечно И Опять Бежим Навстречу В Сансу Ты Справился Ты Хочешь Что-то Мне Рассказать Что Пароль Ты Можешь Говорить Немного Громче Ты Только Что Ты Только Что Сказал Я Легендарный Пукольщик Вау Это М Так По-детски Что Заставило Тебя Думать Что Это Секретное Секретное Слово Кто Бо Тебе Это Не Сказал Он Грязный Лгун У У меня Нет Секретного Секретного Слова В Любом Случа У Меня Есть Секретное Секретное Трижды Секретное Слово Которое Ты Сказал Так Что Думаю Ты Подходишь Вот Ключ В Мою Комнату Настало Время Когда Ты Узнаешь Правду Когда Вы Посмотрели Ключ Уже Висел На Вашем Брелке Да Теперь У нас Есть Ключ От Комнаты Санса И мы Себе Спокойно Можем Пойти В Комнату Санса Давайте Воспользуемся Лифтами Лифты 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 Кто Смотрел Как я Встретил Вашу Маму Сериал Я Просто Сейчас Что-то Вспомнил Ту Героиню Эпизодическую Которая Лодки 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 Вообще На самом Деле Как я Встретил Вашу Маму Очень Неплохой Ситком Про Классного Архитектора Да и так На самом Деле Вы даже Не представляете Насколько Он шикарен Вроде Как Обычный Ситком Да Хихоньки Хахоньки Шесть Друзей Веселятся Развлекаются И все Тому Подобное И все Это Вроде Бы Да Ну Обычный Ситком Но Концовка Понимаете Она Реально Заставила Меня Реветь Понимаете Ситком Концовка Реально Меня Заставила Реветь А самое Главное Она Взаимосвязана Со всем Тем Что происходило Все Десять Сезонов Или девять Сезонов Не помню Уже Это Настолько Классно И настолько Здоровски Поэтому Посмотрите Во-первых Неплохой Юмор Неплохо Все это Снято Интересно Можно Посмеяться А в конце А в конце Немножечко Взгрустнуться Просто концовка Такая Знаете То что там Произошло В принципе Мою жизнь Тоже затронуло Неким Способом Вот И поэтому Это было Круто Это было Неимоверно Круто Главное Посмотреть С настоящей Концовкой А не с Альтернативной Так Ну ладно Закончили Мы про сериал Можно И в дом Зайти Блин Я же с тобой Так На свидании Не сходил Оооо Ой 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 Отстань Пожалуйста Папирус Я не хочу С тобой На свидание Я это Уже Делал Ладно Нам Это Не нужно Мы Идем Вот Сюда Вы Открываете Двери Заходите Всё, идём, идём И идём в темноте Чё-то страшное творится В комнате, Санс Хей, Санс Ты не видел мой... Ой, привет Ты не Санс Подожди-ка секундочку Почему ты бегаешь на дорожке в полной темноте? Очередной розыгрыш Санса с временем и пространством? Я ненавижу, когда он так делает Насколько инфантильным ты станешь Кстати, ты не видел мои фигурки? Подожди, я знаю, где их найти В моей коллекции Не-ха-ха-ха-ха Иногда я бываю гением Всё время Ну ладно Ну а мы теперь остаемся в комнате Санса Куча грязных носков Санса Воз... Возмутительно Это беговая дорожка К ней прикреплена записка На самом деле под тобой просто... Постебались, болван В ящике лежит серебряный ключ Вы крепите его на брелок Это светильник Включить? Да У него нет лампочки Вместо неё воткнут фонарь Включить? В фонаре нет батареек Это благодарственное письмо Адресовано Санте Это незаправленная подушка Изношенный матрас Просто не скомканный В странный масляной комок Это самоподдерживающийся Торнадо Состоящий Из мусора Ну в принципе всё Больше в комнате Санса Нам делать нечего Но и это ещё не весь секрет Да Мы можем вот так выйти Вот так вот обойти дом И при помощи серебряного ключа Открыть вот такое вот помещение За шторой находится странная машина Кажется она сломана Черчежи Вы не можете разобрать эти символы Или может это просто такой почерк Похоже они как-то относятся К какой-то странной машине Черчежи Вы не можете Так это всё тоже черчежи Вы заглядываете в ящик Тут лежит какая-то карточка Внутри шкафа лежит фотоальбом На фотографиях Санс с группой монстров Которых вы не знаете Он выглядит счастливым Ну и всё в принципе И это одна из комнат Которая Также подтверждает теорию Того что Санс как-то связан С ВД Гастером Мы трёх из четырёх последователей С вами нашли Ну в итоге ВД Гастер Секретный такой персонаж Окутанной тайной Ну ладно ребят На этом всё я думаю Можно заканчивать С вами был Гремлин Серж Лайки Комментарии Подписки на ТГР Просмотр других летсплееров До свидания Вот поехали дальше После всего этого Мы должны вернуться на второй этаж Давайте правый этаж второй Вот Запомните Десятое октября Восемь часов Вечера Никак иначе И вот здесь Случайно столкнувшись с ветельком Но это не важная часть Это случайность Вот здесь Вот если сюда спуститься Мы здесь найдём Фартук Если туда пойдём Там продолжимся по сюжету Но здесь Здесь Оказывается Всегда Была Мать его Дорога И вот Пройдя по ней Мы окажемся Вот в таком вот Странном Месте И здесь Мы можем прочитать Клуб искусства Встречаемся здесь Следующая встреча Октябрь Десятого числа Восемь часов Вечера Ай Я опоздала Я опоздала Мне так жаль Вас учтиво Блокировали Знакомьтесь Это Так Жаль Он так и называется На самом деле Я решил Не выпендриваться И просто Вам показать Извините Ну его здесь Назвали Извините Но так Он значится Как Так жаль Ну что Давайте узнаем Что нас От него ждёт Оценить Извините Это существо Определённое Не в том Времени И месте Ой Я прошу прощения Так Никой неуклюжий Взял И наткнулся На тебе Тебя Ну и Я не до тёпа Я просто Искал натуру Для рисования О нет Всё в порядке Всё в полном порядке Я дам тебе подарок Который избавит тебя От проблем Дай мне посмотреть В моём жилете Типа я всё делаю Правильно Что ли Враг Выглядит Нервным Что там Вы кашляете Он Немно Они немного Заняты Эм Я не могу найти Ничего Что я бы Хотела дать Погоди Погоди У меня есть блокнот Я могу нарисовать Тебе что-нибудь Ведь я художник Между прочим Я сделаю тебе Отличный рисунок Вы кашляете Они немного Заняты Прости Рисунок Получился не очень Постой Я знаю В чём проблема Мне просто Надо найти Лист бумаги Получше Вот такие Атаки Да пошли Значит У нас здесь А хвост Прям в 3D Копировать Ваши движения Точь в точь Что там Вы плачете Они немного Заняты Моя бумага Для этого Не годится Никаких проблем Я знаю Что я могу сделать Я использую Свой Магический карандаш А они где-то Под этими бумагами Враг Враг использует Гипнотизированную 3D Тык Трясущуюся Атаку Пощада Ещё не работает Вещи Что там Вы Машите Они немного Заняты Вот Нашёл Магический Карандаш Магический Карандаш Офигенен Всё что я рисую Им выглядит Абсолютно Реально Ох О нет Это немного По-настоящему Да Здесь происходит Сущий ад Враг Выглядит Нервным Каракуйся Каракуйся Вы улыбаетесь Они немного Заняты Ааа Ааа Ну это Идеально Гениально Безумно А что если мы С Каракусем Рисовать Вы нарисовали Лодку Он уходит Вдаль Ты теперь За двоих Работаешь Да Каракуйся Каракуйся Рисовать Я всё испортил Совсем Всё испортил О нет Я просто Возьму Обычный Карандаш Я постараюсь Так Теперь Всё это Ещё и с бумагами Блин Я думаю Я здесь бы Намучился Враг Влядит Нервным Вы Поздоровались Они немного Заняты Ты готов? Я только что Закончил Вот твоя Картинка Что думаешь? Это отпечаток Твоей Глубочающей Сущности Здорово Правда? Он Думает Мой рисунок Ужасен Что ж Я покину тебя С этой мыслью Пока Увидимся Сайонара Он прям Билли Миллиган Какой-то В общем С кучей Внутренних Людей С кучей Личностей Приятно было Встретиться Асталависта Асталависта Мне стоит Уйти Вот Такой Вот Многоуважаемый Парень Нам встретился Ну ладно Я Заканчиваю Возвращаю Себе Время Обычное И продолжу Свой путь Возвращаю Возвращаю